Всем огромный привет! Сегодня хочу записать видео об этой работе. Это набор от фирмы Абрисарт, который я покупала, я уже даже не помню когда, может быть несколько месяцев назад, называется История любви. В данном случае это История любви 3, и у меня есть еще История любви с мужчиной. Я не помню, по-моему, История любви 2, но в общем как бы не суть важна. Мне очень хотелось ее давно уже начать, потому что очень хотелось попробовать именно вот этот художественный холст, на котором Абрисарт выпускает свои наборы, бисерные наборы. Да и вообще как-то хотелось, чтобы к осени, может быть возможно, я успела закончить эти два наборчика. И даже успела бы оформить вот таким образом, на подрамник, совершенно без всяких багетов и паспарту. И мне кажется, они бы замечательно смотрелись именно в паре. Я никак не могла начать, у меня не было ниточки. И тут, о счастье, Елена Цвет купила себе ниточки для бисера. Ну, в принципе, можно вышивать, наверное, ниточками мулине, но вот мне как раз хотелось попробовать, почему-то мне казалось, что вот эта ниточка Титан 100, какая-то прям уникальная ниточка, которой можно пришивать бисер. И, честно говоря, я ее присматривала где-то, даже в интернет-магазинах или в группе ВКонтакте видела. Но, по сути, как бы заказывать из Украины одну только ниточку я не видела у нас. А Леночка как-то нашла это прям вот чуть ли не в киоске в Москве. И она со мной очень по доброте душевной любезно поделилась этим ниточками. Ленуль, тебе огромнейшее спасибо. Ты, можно сказать, дала старт, дала мне пинок к вышивке вот этого проекта. И ту неделю, предыдущую неделю, я практически вышивала именно эту бисерную работу. Сейчас несколько слов буквально об организации. Вот в эти баночки я поместила бисер. Удобно в том случае оказались эти баночки. Именно в моем случае оказались эти баночки, потому что здесь всего 14 цветов бисера. И как раз 14 ячеечек. Не очень, правда, они качественные, потому что, вот, если вы видите, одна даже вообще не закрывается. Цвета красивенные. Ну, в общем, мне очень нравятся бисера, особенно... Вот. Такая коллекция цветов, но просто глаз не отвести. Здесь есть и прозрачные цвета, есть блестящие, есть матовые. Очень красиво. Кстати, на холсте совершенно другой эффект создают именно блестящие и матовые цвета. Не так, как вот они выглядят отдельно, не на вышитой работе. Вот. Всего 14 цветов этот проект требует. Они у меня разместились вот как раз в этих коробочках. Я их пересыпала из пакетиков, которые были даны в самом наборе. И стала отшивать. У меня, кстати, была еще мысль каким-то образом закрепить эту работу на раме для того, чтобы отшивать. Но сам художественный холст, он достаточно жесткий. И вот таким я образом вышиваю. Как вы понимаете, вот я нахожусь здесь. И похоже, что я уже даже пересекла середину работы. Вот где-то вот здесь рука ее. Вот здесь вот. Ой, кстати, хотела похвастаться. Нацепила на ножницы маячок, который мне подарила Вика Бонд. Викуль, огромное тебе спасибо. Наслаждаюсь маячком. У меня еще не было маячка на ножницах. Это мой первый. Очень и очень классный. Мне вообще очень нравились арбузики. Она вот специально для меня сделала арбузики. Спасибо огромнейшее. Так вот, я вот нахожусь где-то вот в этом месте. И что самое интересное, я еще не видела полностью свою работу. Я стала отшивать вот здесь снизу. Для того, чтобы мне не мешал мой холст, я вот так подвернула его и воспользовалась биндерами для удобства. Чтобы можно было вот держать. Когда держишь одной рукой, удобно. Тогда вышиваешь второй и нет проблем. Поэтому я хочу сейчас вместе с вами развернуть и посмотреть, что же у меня получается на работе. Ну, обычно не разворачиваешь. Так идешь и идешь. Подворачиваешь дальше, подворачиваешь. Даже без понятия, что здесь у меня в итоге получается. Не потеряйте мне иголочку эту. Вот. Вот на сегодняшний день какая у меня девушка. Ну, что получается, по-моему, очень даже неплохо. Посмотрим, как это все будет смотреться в итоге, в окончательном варианте. Ну, вот сейчас, мне кажется, вот этот непрозрачный бисер, вот этот матовый серый бисер. Он очень красивый отдельно. Там такая серенькая серединочка и белый ободочек. Вот этот вот. Мне кажется, он немного проваливается. Но, может быть, это мои такие ощущения, как будто здесь дырки. На самом деле, это вот такой бисер. Ну, как бы, возможно, создает эффект дождя. Почему нет? На этой неделе эту работу я не вышивала. Я переключилась на вышивку крестиком. Когда устаю совершенно от бисера, то я переключаюсь на крестик. И дала возможность себе какое-то время отдыха своим пальцем. Потому что, когда вышиваешь бисером, я вот здесь наколола себе подушку. И у меня вот сейчас хочу показать, каким образом у меня вообще вышивается эта работа. Вот моя правая рука выглядит вот так вот. То есть, здесь у меня на пальце один наперсток. Потому что, когда иголку начинаешь держать или проталкивать, она вот здесь вот очень подушечку сильно колет. А на среднем пальце вот такой наперсток. Это, кстати, единственный наперсток, который мне достался от моей бабушки. Она шила самоучкой. И это единственный наперсток, который мне по размеру прям тютелька в тютельку. Все остальные наперстки, которые я там покупала или даже мне дарили, ну вот немножко не подходит. А это на удивление. Вот таким образом я и вышиваю бисером. Ну что ж, это вот, можно сказать, первый и, скорее всего, единственный промежуточный отчет. В следующем я покажу готовую работу. Когда я ее закончу, осталось совсем немного. Немного это, наверное, сказано опрометчиво, так как здесь достаточно большой зашив зонтика остался. Но я жду вдохновения. Как только ко мне придет вдохновение, я думаю, что это будет не совсем скоро, потому что эта работа остается здесь, у меня дома, а я уезжаю в очередной раз на дачу. У меня там свои работы. Но в любом случае, когда я вернусь, я думаю, что я уже успею заскучиться по бисеру. И я тогда возьмусь за эту работу. Я думаю, что здесь работа еще может быть на неделю. Моими темпами. Спасибо всем огромное за то, что заглянули ко мне в гости. Всем желаю прекрасного вышивального настроения. И всем до новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok